Европарламент большинством голосов принял резолюцию о признании Палестины как независимого государства. Для поддержки дипломатических усилий ЕС в мирном процессе на Ближнем Востоке также запущена инициатива парламентарии мира. Она призвана объединить евродепутатов, а также представителей парламентов Израиля и Палестины в их усилиях по скорейшему развитию мирного процесса на Ближнем Востоке. Из Трасбурга передает наш корреспондент Жанат Эрнст. На голосование был выдвинут компромиссный проект резолюции. В документе говорится о том, что Европарламент поддерживает идею признания Палестины и концепцию «два государства для двух народов» при условии, что это признание будет сопровождаться развитием мирных переговоров. Документ поддержали 498 депутатов Европарламента, 88 проголосовали против и 111 воздержались. Это исторический момент для Палестины, Израиля и Евросоюза. После многих лет сложной дискуссии мы можем четко сказать, Европарламент поддерживает признание Палестинского государства. Пришло время разрешить Палестино-Израильский конфликт через сознание двух государств. Парламентарии поддержали решение для двух государств на основе границ 1967 года со столицей в Иерусалиме для Палестины и Израиля, которые призваны жить друг с другом в мире и безопасности. Было объявлено также решение Европейского суда о непризнании Хамаса террористической организации. Я призываю Израиль признать Палестину и, продолжая переговоры, побыстрее прийти к соглашению о ее окончательном статусе. Я горжусь тем, что мы признали Палестину. Пять основных фракций Европарламента подали этим жестом мощный сигнал остальным странам Европы. Напомним, Швеция пока является единственной из стран ЕС, которая официально признала Палестину. Аналогичное решение готова принять и Бельгия. Соответствующие резолюции, которые не имеют обязательного характера, приняли накануне парламенты Франции, Испании, Великобритании и Ирландии. Жанна Терны, Жомар Тахметов, Страсбург, Франция.